Слава Богу, дорогие братья и сестры! В воскресный день мы пришли в Дом Божий для того, чтобы поклониться нашему Богу. И очень радостно, что у нас есть такая возможность. Многие люди собираются как-то по домашним группам, где-то подпольно, где-то запрещено. А у нас есть такая возможность быть в Доме Божьем. И для нашего начального рассуждения я бы хотел предложить несколько стихов, чтобы настроить нас на эту волну духовного слушания того, что будет происходить здесь сегодня. Что будет петься, о чем будет проповедоваться. И вот Писание в Экклезиаста 6-7 говорит нам, «Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается». Библия говорит нам, что есть два мира – физический и духовный. В Ветхом Завете душа и дух человека очень часто упоминаются как одно и то же. В любом случае, есть мир физический и есть мир духовный. И как бы много мы ни трудились, как бы много мы ни зарабатывали, как бы много мы ни думали о том, куда вложить свои средства, или как что-то купить, или что-то построить, написано «душа его не насыщается». Духовную пищу мы можем получать в Доме Божьем. Духовную пищу мы можем получать от Бога. Физический мир к этому не имеет никакого отношения. Очень часто физический мир отдаляет нас от Бога, но духовно расти мы можем только в Боге. И вот в притче 17-22 написано, «Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости». И вот что у нас получается, что физический мир, где, сколько и как я зарабатываю, не помогает мне расти духовно. Но если духовно я разрушен, то написано «унылый дух сушит кости». Получается, моя внешняя веселость, мое внешнее благорасположение, моя внешняя общительность – это прямое средство того, в каком состоянии мой дух. Дух. Человек с унылым духом, человек, у которого внутренние, глубинные проблемы, он не сможет, он физически не сможет быть таким, каким он должен быть. Да, он сможет лицемерить, да, он сможет играть роль, но это все равно будет неискренне, это будет чувствоваться. Я уверен, что вы чувствуете, когда вам человек улыбается искренне, и когда он улыбается просто потому, что нужно улыбнуться. Когда он вас приглашает в гости, потому что он хочет вас видеть, или когда он вас приглашает в гости, только потому, что нет выбора. Вы это всегда почувствуете. Поэтому веселое сердце – это благотворно, как врачевство. Притча 18.15. «Дух человека переносит его немощи». Очень важно, «Дух человека переносит его немощи», если дух здоров. «А пораженный дух, кто может подкрепить его». Получается, наша духовная жизнь, она напрямую помогает нам справляться с физическими трудностями, бытовой, обычной жизни. Не наоборот. Многие люди думают, что реши все свои проблемы в семье, на работе, в обществе, и тебе будет лучше. На самом деле, тебе должно сначала стать лучше, и потом ты решишь все свои проблемы. Только духовный человек может решить свои внутренние проблемы. От этого у него будет благотворное лицо, он будет улыбчив, он будет радостный, и тогда он сможет спокойно решать внешние проблемы. Сначала решаем внутренние проблемы, потом внешние, а не наоборот. Потому что внешними проблемами, вначале мы читали, мы не решаем проблем внутренних. Можно иметь деньги и быть несчастным. Можно иметь семью и быть несчастным. Можно жить в большом доме и быть несчастным. Можно жить в хорошей стране и быть несчастным. Потому что внешнее не решает внутренних проблем. И последнее, на что я хотел бы обратить ваше и свое внимание, это притчи 25-28. Что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Если внутри у меня полная разруха, то Писание говорит это как город без стен. Этот человек беззащитен. Он от всего раздражается, он от всего падает, он от всего искушается, все для него невыносимо, всем он недоволен, все он переносить не может, все ему нетерпимо, со всем он не согласен и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому Писание говорит, научитесь владеть своим духом, решите внутреннюю проблему, тогда внешние проблемы будут решаться намного легче. И сейчас мы будем молиться. У нас есть нужда за пастыря с Марией Викторовной, которые уехали в Викторвилл, чтобы они благополучно вернулись. Сестра Клава просила молиться за племянника Олега, у него трудности на Украине, там с реалторами, что-то где-то, кто-то хочет его обмануть. И он не может разобраться в этой ситуации, чтобы Бог дал ему мудрости. Я не знаю всех тонкостей, но мы будем молиться, чтобы Бог этому Олегу дал мудрости. И, конечно же, мы будем молиться за предстоящее водное крещение. Поэтому не расходитесь, в конце у нас будет много интересных объявлений, поэтому дождитесь до конца. А теперь давайте помолимся, чтобы Бог благословил наше служение. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»